Здравствуйте, Андрей Широков, Клопейфер, Парудоцелитель. Мы говорим о здоровье, и поступают иногда такие вопросы там у моего друга, там синдром Жильбера, что делать, ну вы, как вы вообще видите, то есть я, во-первых, без разрешения друга в него должен лезть, и просто так, без заказа консультации, и я не обязан знать все диагнозы, честно говоря, совершенно не хочу всё это изучать, мало ли, что ему там поставили. Этих синдромов, синдром это вообще совокупность симптомов, да, и мало ли что там под это, как бы взяли и поставили вот такой синдром, что вроде бы вот оно так у многих, вот такая совокупность, то есть, ну там же нужно разбираться, что на самом деле, то есть там аутоиммунное поражение, да, там нервные ткани, например, либо от чего, какие-то причины, но терапатия нет такого, всё, у вас там синдром морфана, например, как мне пытались ставить в своё время, и поэтому у вас куча вот проблем с соединительной тканью, а то, что у вас это просто антитела идут там на рожь, и на какие-то определённые белковые структуры, и вообще питаться надо тем, что вы можете переваривать, а не то, что вас убивает, об этом вам, конечно, врачи говорить не будут, и, к примеру, да, или у вас это пошло от химической там составляющей вакцины, да, и надо теперь отмываться, то есть, ну вот, конечно, вы при заказе консультации, вы свои собираете все в вопросном листе, все эти диагнозы, что вам врачи ставят, но не забывайте, что это ставят как клеймо, да, причём, ну, в основном, поскольку никого никто не исцеляет, и никто не излечивается после вот медицины, реально, да, то получается, что это просто, это мнение медицины о вашем состоянии, ну, как бы к нотерапатии это имеет мало какое отношение, но вы пишите об этом, да, и на индивидуальной консультации, конечно, с этим надо проработать, скорее всего, это нужно опровергнуть, либо объяснить вообще, что это значит реально для вас, почему это, и как вообще выйти от этого и забыть это, потому что, когда вы ходите с клеймом, вы себе притягиваете, вы находитесь в состоянии больного, всё, вы уже не выздоровеете никогда, то есть, вы всё, я, у меня давление, у меня давление, у меня синдром такой-то, там, синдром такой-то, да, и вы притягиваете, вы излучаете уже, то есть, вы входите в состояние больного, и всё, вы будете только больны, поэтому, ну, здесь, да, во-первых, должен обращаться тот, у кого какие-то проблемы, не надо пытаться кого-то вылечить, у вас это не получится ни за кого сделать, потому что у человека своя судьба, он идёт определёнными своими шагами, он бог в своей вселенной, и он творец. Вы не отбирайте это право, иначе его отберут у вас. Как бы око за око работает. И старайтесь уходить от всяких диагнозов и переходить именно где я нецелостен и как мне в эту целостность вернуться. Поэтому даже не стал изучать этот синдром, их куча всяких, и как бы, ну, конечно, надо разбираться. И самое главное, что кроме диагноза у вас ещё, ну, вообще-то какие-то должны быть проявления, жалобы, а не просто, что вы случайно попали к врачу, и вам там сказали, что «Ой, батенька, у вас тут всё плохо, давайте на гормоны». У меня такое было в детстве, меня чуть на гормоны не посадили. Я потом спрошу, у многих такие ситуации были, кто-то это избежал. Я ничего не принимал и как-то вырос, даже как-то выжил. Но при том же питании это вопреки скорее, да. Вот. Но всё-таки без гормонов. Вот. Так что шутки с врачами, они плохи. Андрей Широков, Клуб Эфири Процелитер. До скорых встреч.